В начале 19 века ученые начали уделять большое внимание поиску взаимосвязи между явлениями электричества и магнетизма, которые до этого времени казались не связанными друг с другом. В 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстетт установил, что провод, по которому течет электрический ток, отклоняет магнитную стрелку компаса. Соберем электрическую цепь, состоящую из источника тока, лампы и ключа. Около одного из проводов поместим стрелку компаса. При отсутствии тока в цепи магнитная стрелка направлена строго на север. Провод расположим так, чтобы направление стрелки было параллельно проводу. Замкнем цепь. Лампа загорится, а магнитная стрелка отклонится от своего первоначального положения. Опыт Эрстеда демонстрирует появление вокруг проводников с током новых сил, действующих на магнитную стрелку компаса. Под их действием стрелка приходит в движение и меняет свое направление. Эти силы называются магнитными. Они порождаются магнитным полем. Магнитное поле существует вокруг любого проводника с током. Вокруг неподвижных электрических зарядов существует электрическое поле. Вокруг движущихся электрических зарядов, то есть электрического тока, существует и электрическое, и магнитное поле. Проведем прямой проводник сквозь лист картона. На картон насыпем тонкий слой железных опилок и включим ток. При этом возникает магнитное поле, действие которого на опилке видно невооруженным глазом. Опилки, ранее хаотически разбросанные вокруг проводника, теперь располагаются упорядоченно в виде концентрических окружностей. Линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются оси маленьких магнитных стрелок, называют силовыми линиями магнитного поля. Продолжим опыт. На листе картона закрепим несколько магнитных стрелок. При пропускании тока по проводнику они расположатся вдоль силовых линий магнитного поля. Если изменить направление тока в проводнике на противоположное, то все стрелки повернутся на угол 180 градусов. Это означает, что магнитные линии магнитного поля тока имеют определенные направления, которые связаны с направлением тока в проводнике. Направление линий магнитного поля совпадает с направлением, которое указывает северный полюс магнитной стрелки в каждой точке поля. В отличие от силовых линий электрического поля, линии магнитного поля замкнуты, они не имеют ни начала, ни конца. Для определения направления линий магнитного поля, созданного проводником с током, используют правило буравчика. Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадает с направлением линий магнитного поля тока. Как показывает опыт, магнитное поле проводника с током можно существенно усилить, если этот проводник свернуть в форме спирали. Катушку с намотанным на цилиндрическую поверхность изолированным проводником, по которому течет электрический ток, называют соленоидом. Соберем электрическую цепь, состоящую из источника тока, ключа и провода, намотанного на катушку. Если замкнуть цепь, через катушку потечет электрический ток. Легкие железные предметы, расположенные около катушки, будут притягиваться к ее концам. Если цепь разомкнуть, все предметы отпадут. Теперь подвесим катушку на гибких проводниках. При замыкании ключа в катушке возникает ток, в результате чего она поворачивается. При этом направление оси катушки будет совпадать с направлением магнитной стрелки компаса. Один конец катушки будет обращен к северу, а другой к югу. Таким образом, катушка с током приобретает свойство магнита. Если поменять направление тока в катушке, то она повернется на угол 180 градусов. Это еще раз подтверждает тот факт, что направление линии магнитного поля связано с направлением тока в проводнике. Магнитное поле катушки с током можно обнаружить так же, как и магнитное поле прямого тока, при помощи железных опилок. Для этого используют стеклянную пластинку, сквозь которую пропущен проводник в виде катушки. На стеклянную пластинку насыпают железные опилки, а через катушку пропускают электрический ток. При этом железные опилки располагаются в строго определенном порядке. Силовые линии магнитного поля катушки с током являются замкнутыми кривыми. Внутри катушки они параллельно друг другу, а на концах расходятся и замыкаются вне катушки. Для определения направления линий магнитного поля катушки с током используют правило правой руки. Если мысленно обхватить соленоид ладонью правой руки, направив четыре пальца по току в витках, то отставленный большой палец укажет направление магнитных линий внутри соленоида. Рассмотрим, при каких условиях действие магнитного поля катушки с током может усиливаться или ослабевать. Соберем цепь из источника тока, ключа и катушки. Будем поочередно подключать катушки с разным количеством витков. Катушка с большим количеством витков при протекании тока по ней притягивает большее количество мелких железных предметов, чем катушка с меньшим количеством витков. Поэтому можно сказать, что магнитное действие катушки с током тем сильнее, чем больше в ней витков. Продолжим опыт. Соберем цепь из источника тока, ключа, катушки, амперметра и реостата. С помощью реостата будем изменять силу тока в цепи. При увеличении силы тока катушка притягивает все больше металлических предметов. Магнитное действие катушки с током тем больше, чем больше значение силы тока. Магнитное действие катушки с током можно усилить, не меняя силу тока и число витков в ней. Для этого нужно ввести внутрь катушки железный стержень или сердечник. Катушка с железным сердечником внутри называется электромагнитным.